Хорошо. Сережа, прости благословения у Бога. Молитесь на занятия. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, аминь. Отец наш Небесный, во имя Иисуса Христа просим. Благослови наше занятие, даруй нам разумение, познание воли Твоей через Слово Твое и толкование святых отцов. Даруй нам не уклониться ни направо, ни налево. Даруй нам, Господи, рассуждать истинно, в истине православной церкви. Слава Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Держи вот это, чтобы не вырвалось. Что-то тут стол свободный. Как овцы растут. Продолжаем заниматься по второму тому. Закончили эфесянам 5 глава, 29 стих. Мы с 29 начнем. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь. Толкование. Напряженное, говорит, и самое тщательное попечение прилагает всякий о своем теле. Так и ты по отношению к своей жене. И опять Христа приводит пример, показывая, что и Христос возлюбил нас, как свою собственную плоть. Ну, этот стих мы разбирали на прошлом занятии. А как это относится к тому, что стали плоть свою угнетать? Вот считаешь, Данил, столбник. Ветер сорвал крышу. Нет, на столбе стоит. И когда пришли туда, он полумертвый лежит, обледенел их. Обледенел их совершенно. Греет плоть свою. Не греет, наоборот. Василий Великий, говорит, стряпали хлеб специально такой, чтобы есть невозможно было. Но идет на болото, ложится, три дня не встает. Приходят даже братья, только по голосу узнали его. То есть, Христос зажили апостолы. Никто не знал, что такое изуверство будет. Как называют мазохизм. Ну, представь, он, мальчик там, ну, я не знаю, с кем у нас тут взять. Ваня, Дробот, там, 12 лет пришел, Семен Столбник-то. И он уже научен от всех, что надо что-то делать такое, чтобы Бог увидел, что я горжусь для него. Это значит ненавидеть плоть свою, ненавидеть. Пошел, а что там в монастыре нет? Послали за водой. Он дал веревку попробую, она из пальмовых ветвей, этих листьев. И она там, ну, везде режет все. Он там веревку вот ураз к себе и затянул на своем теле. Болит, он виду не дает. И, наконец, она веревка туда, кожа сгнила, в мясо, завели червика в дохлом мясе. Представьте, без холодильника. И падают черви на пол. Братья, дышать нечем. Что это? Откуда вонь-то такая? Никто не поймет нигде. И видят, что у него есть подрязки-то выпадая черви-то. Когда подняли, так ужас пришел на монахов. Ужас. Это что ж ты делаешь, отрых с собой-то делаешь-то? Молчит. И они ничего не придумали, но видят, что это изувер, самый настоящий, по их мнению. И они выгнали его. И он теперь пошел, не вразумился, ничего и стал искать. Куда бы теперь еще что доказать-то? Веревку-то сняли с него. И нашел старый колодец, и нырнул в него. И упал. И там, говорит, змей. Гадом было, все гады оттуда выскочили. Говорит, зловоние такое было. И ни один змей там, Горыныч, бы сдох. Ну а теперь, теперь уже Божья Матерь ему явилась. Откуда это известно? И сказала, накажу, если его не призовете к себе. Теперь он строит столб, залазит на него, и там лет 70 стоит на столбе. Что тут евангельское? Хоть один шаг-то. Ну зачем нам придумывать-то что-то, когда Господь говорит, слово мое, я буду судить по слову своему. Я не сужу вас. 12.48 Евангелия Теана. Другого-то нет. Если это написано, и по слову будет судить, значит по слову и жить надо. А что требуется, молодая сила? Куда? Заработать деньги. Накормить, напоить, посетить. Он многое может сделать. Это на суде Божьем спросится. Но будет ли такое, что плоть свою ненавидел? Он ненавидел ее. И они ему сказали, это самоубийство. А потом прославили его. Увидели, так никто не делает. Но он маленько прислушивался. Когда хотели его стянуть, отцы святые собрались и не знали, от Бога, не от Бога. И решили так, идите, скажите ему, слазь оттуда. Если он будет слазить, значит от Бога. А если не будет слазить, стащите. Что за загадка? И сказали, а он, видимо, уже готов был. Он сразу обрадовался. Теперь не я, а уже подвиг с меня сняли. Они, ладно, ладно, лезь всем оттуда, сиди. Патриарх его рукополагает, вопреки всем канонам. Какой возраст, что поднял руки, патриарх оттуда залезть и не может. Я, не прикасаясь к нему, начал рукополагать. Как рукополагать, когда головы-то нету рядом? А для чего? Чтобы патриарху можно было прийти и благословиться. У него епископов полно, священников. Но вот это дороже всего. С червями, с этим мазохизмом. Ты как угодно это называй. Но люди-то так понимали. Я не свои слова говорю. Все понимали это. А теперь каждый раз говорят, что-нибудь случится, если что-то. Ну, солнце ярко сияло. Вот ставили купол на Никольский собор. И там радуга была зимой. Это значит, Богу угоден этот купол. И все. Он, когда умер, такая буря поднялась, черная, саму. Птицы летают, кричат кто-то. Если бы это умирали, сказали бы, нечистая сила потащила душу бы от. Здесь, наоборот, вся природа скорбит, что он умер. Что угодно могут перетолковать. Но явное дело, что умирает, когда праведник везде говорится, как все это сияло, благоухало. Здесь, наоборот, вся природа пришла в ужас. 1 сентября, Житие Святого. Найди, почитай. Симеон, Столкин. Я ничего не опровергаю. Я просто хочу сказать. Это Евангелие верно написано. Если оно верно написано, верно переведено. И написано, греет и плоть свою. Где он греет и плоть свою, когда он там замерзает, стоит? И когда пытается помочь, не под каким видом. Мать пришла к нему повидаться Маркова, а он-то посказал, ограду вокруг из камней сделали. А делать-то нечего. Норму на работе не выполняют. Камней натаскали, ограду сделали. Мать родная пришла, не запустила ее даже в ограду. Чтобы не подумали, что он, как подумал, хоть что думай, но ты наверху, а она внизу. Даже мать родная. Не под каким видом. Когда она умерла, теперь уже улыбка у ней на лице появляется. И что? Это столько всего зафиксировано. Не бывшее, может быть, никогда. Почему с таким трудом вот это все проходило, когда переиздавали. Люди не верили в это. Это сегодня православие, оно сплошь и рядом на этом держится. Возьми. Я Алексей Божий Человек. Ну, Алешка, ты любой. У Алексея Божий Человека. Ну и что? О, это святое. Ну, представьте, я разговариваю. Я говорю, у тебя только у меня зять Алексей теперь. Такой же. Я говорю, а ты биографию-то его знаешь? Ну, вообразите, что такой разговор состоялся. Ну, ты сам такой лишь церковь. Ну, да, Евангелие считал. Да когда считать-то? Я же доработаю. Ладно. А ты знаешь, что он сделал? В первый день после бракосочетания, родители глубоко верующие, он пошел, под венцом стоял, священник-то спрашивал, добровольно берешь, добровольно, никому не обещался, не обещался. Он благословляет его, как, ну, ты Христос, а церковь, это жена и прочее, о том все. И он в окно ушел. И не сказал, куда ушел. И она сидела у окна и плакала, там сколько, 50 лет или сколько. И мать, и родители страдали. Я говорю, это вот Алексей. На твоей дочери он женился. И в брачную ночь он не прикоснулся к ней в окно и ушел. Да ты что? Так это у него такая биография, да я бы его своими руками задушил. Ну, вот и все. А кому ты празднуешь? У нас таких разведенок море. Вся страна разведенная. Ну, маленько, так гляньте. Мария Египетская. У нее полшага не было евангельского. Никогда. Блудница, которая все совращала вокруг. Рекорды ставила. Люди едут куда? На поклонение в Руссармьяна. А перевозить нечем. Телом своим служит, дорогой морякам. Они ей наслаждаются и бесплатно перевозят. Это ее начало. А дальше она заходит в храм. Не может зайти, но тут что угодно пишет. Кто это видел? А она рассказать никому не могла. Ничего нигде нет. И уходит дальше. 47 лет в пустыне. 47 лет. Никого не видит. Никого не знает. Зосима один только. Увидел ее, с ума буквально сходит. Священник. Перед ней падает на колени. Чашу несет Господнюю. Ей поклоняется. Она говорит, что делаешь? Даже она баба. И так говорит, что ты делаешь? У тебя чаша в руках Господня. С причастием идешь. Передо мной женщина в ужас просто падает. А теперь левитация. На локоток от земли она стоит. В воздухе висит. Ну хотя бы она на километр над землей была. Где Евангелие? Я жития начитывал. Составлял на них симфонии. Я знаю. Но как? Никак. Взирая на кончину жизни их, подражайте вере их. Что если вам проповедовали. Ну вот, считай там. Посладе к евреям. Об этом говорит. И эти слова взяты эпиграфом ко всем 12 томам Дмитрия Ростовского. Вот это вот. Вспоминайте наставников ваших. Которые проповедовали вам Слово Божие. И взирая на кончину жизни их, подражайте вере их. Здесь ничего нету. Подражают. Каждый великий пост считается полностью ее житие. Полностью. И за полторы тысячи лет ни одного подражателя и нету. Это невозможно. Неужели сегодня нельзя переменить, считать житие Марии Магдалины. Мария Магдалина апостол для апостолов. Тоже женщина, тоже блудница. Но совершенно другая жизнь. И даже не поминают в это время ее. Но это сегодня, сейчас, в 2016 году. И опять будет считаться. Почему? Мы мертвые. Все мертвое у нас. И поэтому, когда Дмитрий Смирнов говорит, какая у нас вера православная. Бесовская вера у нас. Повторяю, бесовская. Бесы веры это трепещут. Что он имел ввиду, это его спросить надо. Но Писание об этом говорит. Да не дай Бог, чтобы у нас такая вера была. Ты вот здесь прочитал это и скажи. Апостол еще не знал, что придет на эту. Питает и греет. Не питает и не греет. И что делает? Специально маленькую келейку делает себе. Келейку. Чтобы только согнувшись можно было, чтобы не распрямиться. И руки не протянуть. Сжатая. Э, это не так. Так можно еще. Теперь он делает окошки. Вся она в дырах у него. Такая. Вот эта вот. Маленькая. Где он сделал-то? Ну это специально, когда заключенных ведут такое, сажают где-то. И вот он там сидит. Вот два, три, десять, пятнадцать, двадцать. Он сидит. А другой монах что? Ему завидовать стали. Вот другие-то не могут так. И он делал ему водный исход. То есть писал ему дырочки в эти, а на него текло. Другой монах. Водный исход. Догадайся, что это такое? То есть другой монах снаружи подойдет, писю наставит в дырку-то. И пописает. А на него там течет. А он переносил это. И вот заводится. Это про другого уже Акати. У него мураши кусают. И он три года ни одного мураша не согнал. Дальше появляются у него змеи. И он со змеями спит. Ничего не согнал. Это подвиг. Здоровый, крепкий мужик. Мартиниан. Ну вот где. Разбило корабль. На остров занесло его. И он там сидит. Рыбак. Зашел. А то откуда ты взялся. Да у нас тут крушение было. А как питаешься. Да где еще есть. И он его начал кормить. Ездит. И в это время корабль второй разбил. И все утонули. А Зоя осталась. Приплыла Зоя на этот остров. А Мартиниан. Ты ее увидел. И как же так. И он тогда бросился вниз. А тут и дельфины подплыли. И дельфинари. Поплыл он. И что он дальше делает. Он дальше идет. И написано. Посетил он там. За сколько. За два года. 154 города. Это монастыря видимо. Он не работает. Или серапион. Как он придумал. Идет и смотрит. У кого там где обедают. Ни слова не говорят. Дверь открывает. Садится за стол и ест. Это подвиг. Никому не говорит. Люди. Все. Защучил огородный. Откуда он взялся. Может быть обошибнейший весь. Но прошло какое-то еще время. И он говорит. Не стал так делать. Это уже то подвиг. И что не стал так делать. А проситься стал. А работать нет. Вот как сейчас депутат Рыжков. В Алтайском крае. Он дня не работал. И сейчас везде распространяет риски. Чтобы его избрали депутатом. Уже четвертая кажется партия. Куда он только нет. Парнас. Парнас это. Коль с крылышками в Греции. Названия то какие. Он ко всем прислоняется. Мама его толкнула. Был комсомольцем. Компартии там. Везде. Сейчас каждую партию. Поднялся против Путина. Увидел что там Немцов. Но Немцова нету. Вот теперь опять что-то новое. Он работать не будет. Он готовый монах. Это Трыжков. Работать не хочет. И хочет на виду быть. Чтобы его избрали. Ему только в монастырь идти. Больше ничего он не может. Он не партию. Кому-то. Он не может создать. Как Жириновский. Он тоже работать не будет. А святые, Павел, работали своими руками. Дабы было еще удивить нуждающимся. Ты маленько приглядись. Ты увидишь, что житие святых проецируется в другой направленности. Как Алексей сбежал. Сейчас мужики от бабок сбегают. Это тоже анти Алексей. Или как назвать можно? Считай. Тридцатый стих. Потому что мы члены тела его. От плоти его и от костей его. О Христе. Толкование. То есть имеем великое сродство с ним. Ибо из нашего вещества он произошел. Как и Ева из Адама. И как там столь великая близость, как и у нас. Да и с другой стороны. Мы от плоти его и от костей его. Потому что так тот родился от духа без сожития. Так и мы в купели. И потому что принявший таинство. Мы с этого момента божественно пересоздаемся. Короче сказать. Он говорит, что мы имеем наивысшую близость к нему. Ибо и видимо он общник нам по плоти и крови. И невидимо источник нашего духовного возрождения. Как и Адам источник Евиного создания. О том, что мы близки ко Христу. Пояснение. То есть как и Господь церковь питает. Мы церковь и Господь близок к нам. Так и должно быть и во взаимоотношениях мужа с женой. Питание, греяние и прочее. Вчера проповедь. Кто читал про Златоуста? Что как изнеженные жвоны там намачиваются. И они говорят намного слабее деревенских. Деревенская что там делает-то? Это я вам Златоуст тогда говорил. Ну что сравнивать-то? Деревенская ты все знаешь, делаешь, работаешь, дуешь корову. А городская-то вот она сейчас все, девчонок будет делать-то. Ну день. В кино пойти? Ну летом еще на пляж сходит там обожжется. А дальше-то нечего делать. Ходят босиком. И Златоуста там все перечисляют. Вчера кто читал? Ты? Ну вот. Было это? Вот ведь такая была. Да. Если женись, то только на деревенской. А городская, она говорит, изнеженная, она не может выдержать. Ефесянам 5 глава 31 стих. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое-одна плоть. Толкование. Вот я еще пример, вот я еще пример именно, когда кто, оставив своих родителей, соединяется с ней. И не сказал, будет жить вместе с нею, но прилепится, указывая на неразрывное единение. А слова «одна плоть» понимаются и просто, как говорит великий Азлатоуст. Будет едино плоть. Но могут означать и нечто другое. Именно будут два для произведения одной плоти, то есть ребенка. Так, Игорь, я тебя спрошу. Допустим, ты переводил, но смысл прилепиться, что это такое означает? Прилепиться? Что пластилин такое лишает. Тут, вот, все, что я прочитал, все это так и есть. Я когда... Ну, каким словом ты бы заменил? От прилепиться, ну, как там по-русски не говорят, муж женился, чтобы прилепиться к ней. Ну, какой, какой благов ты поставил бы? Как банненько. С переводчиком. Смысл понятен. Я думаю, переводчики смысловые эти все тонкости понимали, вот так же сидели и думали, как же, чтобы это не было так пристойно звучало. И пристойно, и соответствовало. Да, то есть тут моменту сложного, вот такой вопрос, лингвистический, как бы я сказал, даже не знаю. Так вот смотри, я просто хочу сказать, пока я с вами, поставь себе одно твердое правило, никогда, нигде не сомневаться в точности перевода синодального. То есть это наилучший перевод, и другого слова нельзя подставить. И сегодня, которые умничают, они малой доли не имеют те знания, какие имели те четыре духовные академии, два переводчика канонизировано. Это ни на одном переводе нигде нет такого, в мировой практике не было. И поэтому ты исходив сюда, ну это перевели так, перевели именно так. Именно вот оригинал говорит об этом. Можно было написать, ты двое совокупятся для производства третьего. А как ребенок будет понимать это? Вот ты понимаешь, это все учитывали, вот ты правильно сказал. И поэтому стой за то, что ни одного слова в синодальном переводе не изменять, ни под каким видом. Это лукавый делает, чтобы крутить, вертеть. И поэтому у тебя толкование выйдет всегда точно идти по руслу. А то я бежу наше некоторое. Ну знаете, это перевод какой есть. И сам морщится, как будто бы знаете еврейский язык, как Хвольсон знал. Или павский. Когда я тебе говорю, что мы беседовали с Александром Менем, еврей, природный еврей. Я говорю, а вы могли бы так перевести, Руток? Да вы что? Да как никогда. Он работает с еврейскими книгами, оригиналом. Еврей. И он понимает, уровень его для всех высокий, энциклопедист. Но в сравнении с теми, кто переводил, да нет, конечно. Нет. Вот это возьми для себя. Тогда у тебя, ну, будешь доходить, как надо. На днях, совсем недавно, я включил это. У Библии есть у кого-нибудь или нет здесь? Библия. Библия, да. В церкви надо взять. Откройте книгу пророка Аввакума. Третья главная стих. Сейчас. Ну-ка. Нет, здесь нет. Сейчас. Ну-ка, покажи. Вот сейчас мы посмотрим, как этот перевод, мы его менять не будем. И ты его читала. Почему вопросы не задаешь? И вот сейчас будут спрашивать. Вот будут сидеть здесь тысячу адвентистов седьмого дня, тысячу батюшек, тысячу архиереев. Я не знаю, кто это сможет растолковать. Я толкования не считал. А на него существует 15 толкований святых отцов. Пророка Аввакума. Кананическая книга. Третья глава, второй стих. Третья глава, второй стих. Слушайте. Ну, с первого стиха прошу. Молитва Аввакума. Или Аввакума. Пророка для пения. Господи, услышал я слух Твой и убоялся. Господи, соверши дело Твое среди лет. Среди лет яви его. Во гневе вспомни о милости. Среди лет. Объясни. Вот все понятно. Среди лет. Вот это вот. О чем он молится? Это молитва его. И молитва его не для богословов. Это любое должен понять. Он молится среди народа. Или один. Не важно. Но все понимали. Что это? Я это слово не люблю. Я так понимаю. Это обычно говорят неправославные. Но вот я так понимаю, что Господь вне времени. А когда он говорит, и он может совершать вне времени все. А вот когда говорит среди лет, значит вот сейчас, когда идет время, когда идет наша жизнь. Слово среди. Если ничего нет, Бог не временный, тогда где у него средина-то? Ее и нет нигде. Нет, среди лет. То есть он говорит, что среди лет, вот сейчас, когда наша жизнь в настоящее время. Сейчас. Почему именно средина это называется, в настоящее время, когда написано к концу пришли? Не сказал среди лет, а посреди, то есть внутри хронологии. Среди лет может быть и на начальном этапе, и на конечном. А ты вообще послание от этой книги, ты знаешь, о чем она книга? Ну, до конца сейчас надо вспоминать. Я тебе скажу. Первая и вторая глава говорится о страшном наказании грядущим на народ. Бог говорит, истреблю, изничтожу. Вы будете гореть просто на земле здесь. И дальше его молитва вот так же. И третья глава тоже об этом. Но тут вклинивается его молитва. Тут ни о чем он не молится. И вимилость, то есть, он не говорит, что отменить суд, он неотменяемый. Бог назначил потоп, потоп будет. Он может сдвинуться немного. Но он не может измениться. Он обязательно придет. Если Бог сказал, что горит земля и все дела на ней, может сейчас океан на землю налить, и все равно огонь будет. Он сказал. Сказал, это будет. Придут два светильника, Еноха и Илья считаются. И вот их убьет Антихрист. А можно, чтобы не убили? Нельзя. Мы будем прятать, защищать. И все равно он их убьет. И убьет, и бросит в тела. А можно сказать, что бросит в Риме или в Нью-Йорке? Нет. Посреди Иерусалима. В Барнауле? Нет. Они будут в Барнауле проповедовать, а умрут там. Почему? Это уже запроектировано. Это уже замаряжено. Теперь оттуда, теперь эта проекция идет на землю. Бог заранее знает. Земля не была сотворена. Не было начальных пылинок вселенной. Не было. А Бог знал, что мы будем сидеть сейчас разговаривать. Когда вообще никого не было. И написано, на небе произошла война. И ангелы, архангел Михаил воевал. И победили его. И, говорит, победили его кровью Агнца. Какого Агнца, когда земли еще нету? А уже кровью Христа. Еще от Адама до Богородицы еще 5508 лет. А у Бога там война на небе была. А уже кровью Агнца победили. Нам никогда этого не понять. Мы должны только сказать Аминь. Вот почему у евреев почти каждая молитва, как я слышал, начинается одинаково. Шма Исраэль. То есть, слушай, Исраэль. Слушай! Многие услышат и не поверят. И апостол Павел, когда в гостиницу привезли его там в Риме-то, и он говорит, они уходили, споря. И он тогда вслед им крикнул. Не зря пророк Исаия сказал. И ухом услышите, слухом и не поверите. То есть, еще раз долбанул их напомнить об этом. И Христос неоднократно им об этом говорил. Люди-то были не глухие. Они без духового аппарата все слышали. Это в чем говорится среди лет? Конечно, богословы, они доходят и говорят, а вот Епифания, он говорил так, посреди животных. Ну как так? Святой отец так сказал? Да, так сказал. А почему? А там показано, как по-еврейски, какая буква стоит, и как она иногда просчитывается, считает в обратном направлении. И объявил, что отец Геннадий Пас объясняет, заумно. Но наши переводчики перевели среди лет. Я толкования не считал. А понимали как? Я сказал, я понимаю так. И сказал среди. Среди и посреди. Это одно и то же слово. И встречается 341 раз в Библии. И все места проверили, говорят, и убьет посреди. И посреди престола. И посреди то есть среди. Среди и посреди. Это одно и то же слово. Значит, без перебора. И дальше что? А вот дальше. Среди лет. Сколько лет жизни, сейчас сказать, 70 лет? Ага, среди. Среди 35. Понимаешь, это средину мы сейчас хотим нащупать где. Яви, Господи, яви то, что ты назначил. Это нельзя избежать. Вот стали пророк Давыд. Он угодный Богу. Бог его избрал. Мой помазали. И вот пришла мысль сделать переписку. Ну какая беда в этом. Дело в том, что не просто переписку. А кто с 20 лет и выше. Дети не переписывались. Женщины не переписывались. Ему нужно было знать, какая армия у него. Это вот что. Какая армия? Можем ли начинать войну против Советского Союза? Или нельзя? 22 июня. Грохнуть его или нет? Надо пересчитать, сколько воиновцев. И тогда приходят, пророк и делали. Он когда сделал перепись, а я пришел и сказал ему, ну МЧС. Шойгу в то время был. И говорит, вот так-то. У тебя 3,5 миллиона. И сразу сердце Давыдов дрогнуло. Откуда кто знает? Видимо, он сказал. И он сразу же подумал, что же я наделал. Ну какая тебе разница? Ты уже узнал, сколько лет. И вдруг пророк приходит, говорит, ты Бога прогнял. И Бог предлагает тебе три казни. Первая казнь, три года. Три года, вот будет то-то, то-то, то-то. Голод будет, народ будет выбирать. Вторая три месяца. Три месяца это вот то-то, то-то, то-то там. Ну враги там смещать тебя будут. Не голода, ну я говорю там, к примеру. И третья казнь тебе на три дня отдается. Господь будет поражать народ сам. И он сразу. Уж мы не знаем, с чем он двигался. Но Писание говорит, только он сказал, лучше в руки Божьи впадут, чем в руки человеческие. Вот так. Избрал. И только сказал, и вдруг ангел махнул. Здесь 20 тысяч, 30, 40. Повалился, народ падает, глаза рассветят. Никто не знает. И он тогда возопил, увидел ангела стоящего смещен. Ясно решила, а они-то при чем? И Бог остановил ангела, довольна. Но за что? Люди-то за что погибли? Вообще ответа никогда не дать. Которые там родноверы, язычники, они говорят, вот он ваш Бог, чудовище. Это тиран, он уничтожает. Но Бог жизни не дать. Он горшачий. И кто ему скажет, что делаешь не так? Так или не так? Научиться надо мыслить категориями священного Писания. А оно выражает так, как мысли Дух Святой. И как изобразил на страницах священного Писания в переводе на русский язык. Мы должны принимать это как комон. И вот среди лет. Это одно. Это одно, я беру, среди лет. Среди жизни человеческой. Я о чем спросил среди лет? Он не говорит, может быть там местоимение стоит. Я не знаю, курсиво бывает добавляет. Среди лет. Ему может было 20 лет, осталось 15 лет. В это время ими, я еще в силе буду. Перенесем. Если Бог назначил, речь идет ими, милость твою. Стих заканчивается. И дальше, и в начале, вся книга говорится о наказании Божьем. Какую беду народ делал, грешил, и Бог решил уничтожить его. И он знает, отменить нельзя. Это уже приговор. Ну Господи, сжалься. Сжалься. Ну как? Ну ты знаешь, что город будет в осаде. В осаде, как Ленинград. 390 дней. Так а люди не поверят. Поверят. А как? Ложись на один бок. Вот я тебя отнял, теперь не перевернуться тебе ничего. И сделай кирпич. Вокруг на него нарисуй пальцем. Кирпич это Ленинград. Его будут осаждать. А тебе, ты не купи пшеницы, бобов, гороху, там полбу. Смешай все. И делай постолька дикита. Будь очень внимателен. Не облокажься так. Убери руки, сядь прямо. К столу не прикасайся. К стене не прикасайся. Я знаю, какое средство. Ты очень удобную позу принимаешь, а дальше поволопли тебя уже. И вот он теперь. И Господь согласился, все сделал, намолол. Лепешки делать. А теперь иди засохший человеческий кал. Туалетов-то не было. И на нем разжигай. Но какой запах от человеческого кала? Это самое неприятное. Ты возьми лошадиный, когда берешь кал, Его везде добавляют, блин, везде штукатурят. Корове как-то не так. Но собачий кал, какой он, неприятный. А человеческий? Самый отвратительный запах от человека. И кал самый. И он возопил, Господи, ну, не могу. Все сделал, это не могу. Господь говорит, ну ладно, делай на корове. На волою. То есть, сделай послабление. Вот она ищет послабление. Я это делаю для сравнения. Бога можно умолить? Да, можем. Може, Бог тогда будет объяснять. Бог дает, заколи и ешь. Так там, Господи, змея, лягушка, черви. Ничто нечистое в мои уста не входило. Я же еврей природный. Что Бог очистил, не почитай нечистым. Я уже очистил. Очистил? Слопаю хочу дай. Понятно? Вот так нужно учиться вот так. Бог мой сказал, вопросы снят. У меня ни одного вопроса нет никакого. Так это дурь одна. Ну, дурь так и есть. Господь и набрал таких, якобы младенцев. Но? Младенцев. Так это я беру только один вариант. Один. А, говорит, а если переводится среди животных? Я поясняю. Животные четыре, они изображают четыре евангелиста. В церкви посмотри. Матфей там сидит, человек пишет. Марк, где там у него лев рядом. Где лука, там, другие лец бык. Почему? Он начинает о жертвоприношении говорить. И так отнесли к этому, там, где они, серия погиб или кто-то. И Иоанн там, орел около него. Четыре животных в откровении, которые явились. А здесь, говорит, посреди животных. Каких? Двух. А каких двух? Я сразу беру Луки и Иоанна. Почему? Потому что он богочеловек. Один показывает божество. Вначале было слово, слово было у Бога. А другой говорит о человеческом рождении. И посреди них, то есть посреди их писания, то есть неопреки Слову Божию или милость Твою. Я на днях дал это оттолкование. Я его не высчитал, нигде. Просто молился. Оно не противоречит священному писанию. А 15, которые знают богослов, я их не знаю. Я не противоречу им. Но если им дано, почему мне не может быть дано? Почему я заранее себя должен в нонград оставить? Ничего подобного. Я так же вопию к Богу. И тебе еще Бог откроет? Не знаю. Откуда мне знать? Я Ему доверяюсь. У меня часто говорят, а вы давно считали это оттолкованием? Я вообще не считал его. А как могли правильно истолковать? Понятия не имею. А еще правильно, оказывается? Правильно. Почему? Я знаю, что это не противоречит святой Библии. Не противоречит ни одному месту. А об этом говорится 144 места. И ни одному не противоречит. Вот это я знаю. Как святые так и делали. А если противоречит? Григорий Ницкий, родной брат Василия Великого. Он говорил неоднократно такое, что церковь не принимает. Чисто юридическое говорил. И церковь признала, как и ересь. А его в списке святых оставили. Низкий 2С. Не низкий, а низкий. Ты это не знал? Низкий? Нет. Что он говорил, Григорий Ницкий говорил многое, то, что неприемлемо. И церковь Вселенская не приняла его. А его оставили в списке святых. Видите, церковь, мы должны помнить такое слово, любящая мать. Вот посты эти нагромодили, Петров, другой. До чего они мне мешают, эти посты детскому лагерю. Но я православный. И все разговоры кончились. Теперь я у Бога только прошу, дай мне полюбить эти посты. Чтобы я не просто исполнял их, а полюбил. Вот вчера мне одна душа звонит и говорит. Я вот та-та-та-та, я там живу там-то, там-то, в России где-то. Ну, я постилась, я ела одну картошку, а теперь я такая. У меня все болит, меня муж отвергает. То есть она не пухленькая стала. Да если ты считаешь, что из-за поста это, тогда не постись. Пост украшает, глотовоз говорит. Душа расцветает. Она более красивая женщина делается. Она более приятная. Она дольше не стареет, когда растительная пища-то. Ты не ешь молочное, мясное, яйца, остальное ешь. Почему одна картошка-то? Возьми капусту. А если не можешь? Как Лев Толстой говорит. Хорошо, говорит, хлеб, когда есть, говорит, и вода. Неплохо бы, чтобы в этой воде, говорит, кто-то мясо поварил. А потом неплохо бы само мясо съесть. А потом добавляют. Ну, неплохо бы сметану, а потом музыка из женщины. Вот оно как идет. Дальше и дальше. А как что он уже? Хлеб насущный. И четыре раза в очереди наш считается до богослужения, наверное, больше. И просим только хлеба. Не отрава баночки консервной. Чтобы сюда больше никогда не приносили. Не отравляйтесь. Ты еще ребенку даете. Ну, пошел. Тридцать второй стих. Тайна сия велика. Я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Толкование. То есть, на великое нечто и чудное указал Моисей. И поистине тайна оставить тех, которые родили, трудились для него и делали добро, и прилепиться к той, которую никогда не видал и которая даже и не начинала делать добро. Действительно, это великая тайна. Если только понимается это о Христе, как пророческое слово о Нем. Ибо и Он оставил Отца. Не в смысле перемены места, но снисходя до восприятия плоти. И пришел к невесте, которая совершенно не знала Его, и стал единым с ней по духу. Ибо соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. 1 Коринфянам 6.17 Как же после этого осуждать брак, когда Павел приводит его во образ тайны Христовой и называет его тайной? Вот такое толкование. Интересное толкование. А что легче, мужчине, мужу спасаться или женщине? Вообще-то вопрос хороший. Ответ, конечно, должен быть один. А что дешевле, правильнее перед Богом, начальнику или подчиненному? Конечно, труднее начальнику. Им надо думать, какая работа будет, безопасность. Когда платить будет, какая непогода, что я списываюсь, актируется. А жене-то ничего не надо. Муж сказал, она тоже все пощепырилась, все сделала. И опять стоит, улыбается. То есть, что сделал не так, муж сделает замечание. Она его слышит. Но он-то не так сделает. О, и муж у глава кто? Христос. А он его не слышит. Он не знает, правильно ли я, неправильно сделал. Он все время в неведении. Жене только послушание может. Послушание. А послушание это выполнение. Ну, сказал, не ходи, не ходи. Сказал, приготовь, приготовила. А у него-то по-другому. Ему любить ее, как любить. Она, кочерга, уже до того страшное делается. Говорит, земля едва держит. Она городская, она быстро ставится. Она превращается в сморщенный. Сморщок. Это гриб такой есть. Старый копейник старый. И люби. Да она еще не слушается. А не слушается, это постынный человек. Это казаки. У Льва Николаевича Толстого описывают. Это когда убили у нее жениха, там он надумал свататься, ей возъясняться в любви. Она к нему и расположена была. И пошла бы. Она только успела сказать ему, постылый. То есть он не соображает. У меня печаль. Ну, дай мне хоть эти сорок-то дней, как плененую, когда берут. В Библии написано. А тут день прошел, вот ей свататься, у нее еще все свежая рана. Постылый. И жена, она постылая, постылая будет. Ну, и как? Люби. Ты о чем молишься? На первое место молись о врагах. А сегодня молись о жене, если ты женатый. Как ее любить? Она чуть что к матери удирает. Все. Бросила детей, к матери поволоклась. Еще делать здесь с ней. К матери пошла, к отцу. А ты вспомнишь, что там было, когда за ней левит приехал-то? Как ее пришлось резать на 12 частей и по коленам Израилем рассылать-то? Помните? Ну, книга-то судит. Помним, помним. Помнишь? Как это связано с тем, что он... Он шел дорогой, ты остановился в одного города-то, там и в ремляне жили-то. А они ночью пристали и давай. Он жену им отдал. И они до утра на деятель шились, а утром только приползла на крысо и умерла тут от ужаса. И он тогда ее положил, и у нас вот видно изображение, он ее везет. Интересно, вот у нас изображение, это в Новом Завете. И тут сделали замечание. Он говорит, вот ее упил и везет. И говорит, у вас... Почему, говорит, она... Ну, разный цвет одежды? Сейчас я, может быть, найду где-то. Кто рисовал-то, говорит, раскрашен. Ну, Густава-то, дары этого не было. Так. Я сейчас найду немножко. Пока говори. Значит, говорили о переводах. Вчера как раз сидел и читал греческий перевод, септуагин тут. Он выставляется в интернете. Я в интернете смотрел. И вот как раз оригиналы написаны, во-первых, заглавными буквами, такое было письмо, унициальное письмо. И все ни одной буквы маленькой, ни одной запятой, ни одной точки, никаких знаков притянания, никаких пробелов, слова идут вот по порядку. И если предложение переносится, ну, слово, допустим, не хватило места, переносится сразу вниз, и опять продолжается статусеть. Вот. И вот там такое... А потом дается непосредственно сама картинка. Вот смотри. Подожди, Игорь. Вот она пришла, и вот она лежит в одежде. А кто раскрашивал-то, и он как будто забыл-то. А там вот он ее везет на осле, вон она. Она в синем. И главное, они тут на развороте, картинки-то рядом, вот они. И ко мне обращаются, а почему? Я раскрашивал вот эту картинку Дубунов, Игорь Владимирович, что. Я говорю, ты почему так раскрасил-то? Он не знает, что ответить. Я говорю, потому что кровавая одежда в ней была, а он ее не перенес. Он с верхней одежды снял такую и повес ее. А это другая одежда. Ну, потому что, понятно, там изорвано, они ее драли, брали, и теперь тут, ага, вон как. Он нарисовал сам, даже не знает так. Верхняя одежда, это в ночнушке она. Верхняя одежда, это в ночнушке, это просто нижняя. Нижняя. Что не так-то? Ну, все понятно теперь, да. Ну, вот видели? Вот она. Дубунов, он что думал, вот она, когда приползла на на крыльцо, а вот теперь она подошла. А это на нижней одежде. Хотя там, вот она, понятие нижняя. По-моему, там была одна одежда, никакая. Такие злые люди. И они пошли войной, и они истребители решили. Вы знаете, чем это закончилось? Чем закончилось? Истреблением колена Вениаминова. За ночь ее разодрали. Ну, его оставили немножечко. Вот я так понимаю. Оставили, да? А дальше-то что было? Сейчас скажу. Оставили, оставили. Так. Ну, оставили. Значит, у них осталось мало людей. И колено должно было, ну, просто вы... Ну, тогда евреи собрались и подумали, жалко уничтожать колено, и у них не будет продолжения. Тогда им дали такую возможность своровать себе невест. По-моему, в другом колене. Я вот, суживился. Но вначале с какого колена кто не приходил, кто не давал клятву даться? А, вы спросите, я что-то все... Невест не хватило, еще 400 не хватает. А они убежали там, пещеры. И они тогда сказали, а вот там-то будет праздник у них, и девчата выйдут виноград собирать. И вы там спрячьтесь, и как только они запоют песни, а вы там время выскакиваете, кто какую сгребет, тот и волох. И они так кинулись, какой он был на войне, косоглазый там был, неважно, и все это, дальше видно, как они их тащат, растаскивают. Ну, и дальше пошла жить, притащила ее в шатер, ну и что? Я тебя привязывать не буду, ты не уйдешь, а что уйду? Теперь все уже, все равно я в щи жил, в руках было, мне никто не поверит, гинекологи сегодня отдыхают, так что, жена я тебе буду. Просто разыграй на сегодняшний день, то ты увидишь. Все-таки умно поступали они. Грех наказывали, и думали, как сгладить. И Господь милосердно через церковь сегодня дает послабление. То есть, если человек сильно кается, вот женщина, аборт делал 10 лет, но если со слезами все время, одна треть снимается. Ну, 3 года может меньше быть, 7 лет, но не меньше уже, все. И то, такая еписка пришает. Все правила до единого, отлучение от причастия, а сегодня наоборот, если не причащаешься, все перевернуто наоборот. Человек страдает, что не допустим до причастия, а не так, ты не причащаешься, мы тебя накажем, потому что ты не причащаешься. Вообще, даже никогда бы не придумал. Я тут хотел мысль такую небольшую донести, по поводу перевода. Когда общаешься с неправославными и доказываешь какую-то истину, например, о том, что крещение для прощения грехов, например, приводишь в Места Писаний, как это принято у нас, истина дальнего перевода. Все разъяснил по полочкам, и ты ждешь реакцию человека. Ну, вот сейчас человек скажет, ну да, действительно, православные правы, я поводу православным. А реакция неожиданная какая, я с ней столкнулся. Когда доказать ничего не могут, они говорят, у вас неправильный перевод. Причем, я это слышал и от свидетелей Иегова, и от баптистов, одно и то же. Когда доказать что-то не может, уже все. Свидетели не поминают, они христиане, не христиане, это сатанисты. Вот. Они говорят, неправильный перевод. Это баптисты? Да это и баптисты, я разговаривал с баптистами. Никогда не слышал о них. Говорил один человек такой. Ну, может быть, один, совсем. Вот. И в результате что? Ну, я решил, ну, а где правильный перевод? Беру я сектуагинку, ну, это как бы Ветхий Завет, конечно, но Евангелие Нового Завета тоже были написаны на греческом языке, я уж там точно не помню, не могу сказать, что это именно был диалект Александра Македонского, на котором предполагается... Суть в том, что я посмотрел этот перевод. И, простите меня за решение, коль ногу сломит. Почему? Потому что все, то, что мы сейчас видим с точками запятой, с разделениями, там этого нет. Там все написано заглавными буквами, и буквы идут по порядку, по порядку. И там целая наука, как разделить просто слова. И причем там идут диспуты, отделить эту букву от этого, ну, комбинации букв. Когда у кого диспуты? Вот ты сказал, идут диспуты. У текстологов, у текстологов. Поэтому, когда человек говорит неправильный перевод, он много на себя берет. А ты покажи правильный перевод. Не надо разговаривать. Я тебе скажу, в этой теме не надо разговаривать. То есть, на земле выше, лучше, никто не знал те языки, которые переводчики на русском языке. Никто. И никогда, и не будет. Два из них, митрополит Филарет и Макарий Алтайский, канонизированные. Понимаете? Переводил не один лютер, как у немцев-то, а четыре духовные академии. Три присутственных дня у Синода были. Ну, там, по разным вещам решают дела. И один специально для рассмотрения переводов. Специально. Это даже, ну, такое тщательность. И так они сравнивали, там, и с арабским текстом, и с латинским, и как переводы на других языках. Знания их не имеют предела, какие были. И поэтому, отметая всякий разговор, дальше не разговаривай. А то, это вот омовение скамеи, погружение, это омовение, это одно. Он ничего не знает. Он знает одно только. Сегодня я не хочу слова даже говорить, но лижет не одно, не одно место. Подлизывается там. Мне один писал с Томской епархии. У нас, говорит, Ростислав здесь, митрополит. Вот у него как раз фас Михаил, там еще на севере был. И он сказал, если кто будет крестить не в полное погружение, мы расстанемся с ним. Не расстанемся, дорогой, а извержен написано. Ты должен извержен сам с него снять. А не то, что я перекидаю, а теперь эту падаль принимайте другие. Нет. А теперь, а теперь наоборот, тут говорят, что вообще не надо на какое крапление, все, все перевернулось. В этой же епархии на меня нападает, когда я привожу свидетелей, 136. У них ни одного нету, что не надо погружать. Нет погружения, нет крещения. Крещение везде переводится, в немецком языке. Ну, ты не немец, но там написано таукон, погружение. В английском баптизм. То есть везде слово погружение. В любом языке погружение. Там нету слова крещения. Кто будет веровать и креститься, кто будет веровать и погружен будет. Погружен, другого перевода-то нету. И вообще о чем говорить. А он перевода, никогда не входи в это. Он может что угодно тебе клеить, ты языка не знаешь. Ты уже полез за ними. Не увлекайся этим. Я стою на том, что утверждено. Скажи, синодальный перевод. Вы его не признаете, не признаете? Закрывай Библию, больше с ними не разговаривай. Не разговаривай, даже отойди. Теперь я тебе расскажу. Синодальный перевод принятый был. Принятый в 1876 году. Перевод столетия, столетия, нынче, 150-летие отпраздновали баптисты, адвентисты. Этот перевод его издают католики, когда для русских людей. Его издавали до революции. Все патриархи здесь, в России, издавали, за границей. И баптисты издавали миллионы экземпляров, ну, без одиннадцати, впереди написано синодального перевода. Синодального. Зачем нам говорить? О которых где-то что-то там академик Сергей Аверинцев, ну и что? Ну, он не так сказал, ну, только дело. Даже если он сказал правильно, не надо наигрывать. То есть ничего нет. У них такой, знаешь, даже разговор такой, не пренебесный. Здесь пренебесное звучание. Ты видишь, как. Они наизусть ничего не знают. Оно слух им не режет. Ты знаешь, у нас вот для глухонемых кто отпечатал потеревку? Твоя работа? Я посмотрел, а там псалтырь взят не на русском языке, не синодальный. Я тебя вернул сразу назад. Вернуть и сделать... Нет, я уже перепечатывал с синодальным, а перед этим не я делал. Ну, не ты делал. Ну, тогда не ты. Нет, вы мне просто задание дали переделать. Оно было уже. Не допускаете нигде, ни слова. Нигде. И недавно отмечали, сидит этот Иларион, митрополит Алфеев и Риховский. Он депутат Государственной Думы от сектантов там отдельно. И тот говорит перевод очень хороший. Ну, Алфеев-то это правильно говорит. Митрополит Московского Патриархата. А тот-то сектант, еретик, самый полновесный. И он за православный этот синодальный. Какой он хороший. Мы это знаем, мы его ценим. А которые где-то из Среди Леговы ходят они. Они вообще отвергли и сейчас новости мирный перевод. Там никакого отношения он к Библии не имеет. В Англии подали на них в суд. Они когда издали это. Ну, и шесть человек у них переводили. И пятеро из них не могли перевести ни одного предложения северского языка. Переводчики. Ни одного. А который там один из них был, который уже самый-самый главный. Он, кажется, на третьем предложении уже остановился. Они ничего не знают. Людям православным Господь дал все это. Она церковь Христова. Громадная ученость. Они просто не знают. Ну, о неправильном переводе говорят и старобряцы. Они переводили? Вот. Вот что именно неправильный перевод в данный момент я не слышал ни от Корнилия, ни от Метрополитов. Это на бытовом уровне. Мы же общаемся с некоторыми знатоками. Я говорю, вы Библию-то не знаете, как мы ее считаем. А где она у вас? Где? Так, другого. А где у нас? Она у нас в подвале. И кому надо, может прийти посчитать. В церкви. А она у них одна в подвале и может прийти посчитать. Я говорю, кто когда последний раз считал? Ну, это я не знаю. Ну, ты-то считал. Ну, ко мне приходит, тоже звать его Игорь, не буду говорить, в каком городе. И вот салтыр переведен неправильно. Ни коня не перепортили. А сколько там не порчено? Ну, я не знаю, на каждом салме там кто-то красный он взял маленького, который у нас много сдается. Я говорю, что у него все почернуто. Я говорю, хорошо, дела откладываю. Давай, показывай, где он. Так, это не то. Так, это тоже не то. Ну, где? До конца долистал. А как же так? Я вот столько, у меня все почернуто, а тут все почернуто. Испортил ты книгу. А на самом деле ничего и нет. Потому что ты наизусть не знаешь, тебя не колет и не жжет. А мне даже полслова. Ударение не так сделали, я сразу остановлю тебя, у меня не проходит компьютер. Я влюблен в этот период. Потому что я наизусть знаю кое-что. А если ты не знаешь, то нет. Так вот в этом весь и секрет оказывается. В понимании, вот когда слова запоминаешь, и когда ты вникаешь в них, и уже в голове автоматически когда прокручиваешь, какие другие возможны варианты. И понимаешь, что других вариантов почти нет. Или они есть, но неведомые нам. Но почему патриарх Пимин не пошел на исправление? Почему Алексей Второй не пошел? Почему Кирилл не пошел? Все печатают синодальный перевод. Ну отдельные слова, там паки бытие, они говорят в будущем бытие. Вот тут никакого изменения. Это нет. Слово паки показали как. Больше ничего они не сделали. Почему они пошли на это? Значит, Бог благословляет их, и они не могут сказать по-другому. А Алфеев, у него такие большие знания, у этого митрополита, его композитором зовут, и он нигде против ничего не скажет. Вы меня так убеждаете, как будто я против перевода. Лично я за синодальный перевод. И лучшего я... Ну то, что вы говорите, вот этот хвалит, этот хвалит, для меня, конечно, вот к сожалению, это не авторитет, что этот хвалит. Но ты слышал. Я слушаю, что хвалят, но для меня не это было определяющим фактором ценности синодального перевода. Ну хорошо, все до одного не хвалят. Со дня издания синодального до революции все Евангелия только на синодальном. За рубеж уехали, они против, тут что-то. Все до одного синодальные. Баптисты только синодальные. Католики перепечатывают в синодальные. Мало того... Все патриархи синодальные. Это не один. Очень большая организация, Гедеон, не свидетели, а именно Гедеон, общество Гедеона, они распространяют только синодальный перевод. Это они завалили Россию синодальным переводом. Вот да пошли дальше. Ну ладно. Пятая глава, 33 стих. Так, каждый из вас долюбит свою жену как самого себя, а жена добоится своего мужа. Толкование. Впрочем, говорит, хотя я и аллегорически изложил это, однако и ради жены это сказано. И аллегория не уничтожает заключающегося в букве указаний на отношение мужа к жене. Ибо должен каждый любить свою жену и лелеять, как самого себя. Лелеять. Ну да. 18 лет тебе, можно и лелеять. А когда тебе 77? Ну это все чувак болгарский пишет. Это же не я сказал. Она все время стонет и стонет и падает, не слушается. Говоришь, не ложись, голова будет кружиться. Не могу. Все. у тебя наработка только по своему возрасту. Ты еще до моего доживешь или нет. Но дело-то в общем, когда вопрос задают, а церковь бывает, что не слушается? Да вся Библия переполнена. И что он делает? Бьет, переворачивает ее, и говорит, подол задеру тебе на голову, и что с тобой будет? И вся страмота будет, все называют вещами своими. И ты была, говорит, под каким деревом лететь, если мне раскидывала ноги свои, кого не приглашала? Ну и что, это церковь? И церковь остается. А жена? А жена. Да жена тоже не слушается. Ну еще, ну как, Бог любит, но я то и делаю. Как у старообрядцев, каждую субботу перед баней озвучку давать ей. Ну не все же бьют некоторые. Сейчас выпустили брошюрку специально, как правильно бить жену. Правильно. А кто выпустил-то? А? Кто выпустил? Знаете? Ну какой-то семинарист, наверное. Но. Это его частная богословская точка зрения. Ну да хорошо. Как? Тут полная аналогия. Сушка бьет, она, ну, наказывается Христом? Да, наказывается. Ну и все, я муж, это тайность, я велика. За 50 лет, простите за вопрос, Игнатихович, сколько раз вы по этой брошюре поступали? Ни сколько. Да ни разу. Ни разу. Ну вот видите, а почему? Я просто хочу довести до сознания. Человеку поневоле такие мысли приходят. Об этом говорит и домострой Сильвестра. ничего не сделаешь. Раньше было так, говорят, у него под матисой, ну матка, доски так, а сверху так, и там пространство между досками-то. И там у него плетка лежала. Я отец отдаваю дочь свою, уже отгуляли все, он тогда плетку брал и передавал. Я ее учил, вот она целенькая, здоровенькая, девственница, теперь ты ее учи. Ты ей дал плетку, она мне уже не нужна. Я еду, подробно описывай, ты плетку положи рядом с тобой ночью, чтобы она ее общупала, посмотрела, привыкла к ней. Иногда так потихоньку, но когда она уже к ней привыкнет, тогда по-настоящему можно поучить ее, чтобы она ходила под твоей рукой. Дочитаем толкование. Ибо должен каждый любить свою жену или леять, как самого себя. И не говори мне, что жена имеет тот или другой недостаток. И не говори мне, говори. Потому что и в теле твое много недостатков. Например, вывихнутая рука, громая нога, попорченный глаз, но ты не отсекаешь их, а еще большего удостаиваешь попечения. А бывает, ты плохо слышишь, человек. Ну так, по логике я говорю. Василий, он руку вывихнул. У меня глаз болит. Как раз про это говорится. А что он делает-то? Вывихнул руку. Так как равенство производит беспорядок, поэтому он вводит страх, чтобы один был начальник, муж. Страхом же здесь называется особенное почтение и сдержанность. Страх приличный свободным, а не рабский. Вот рабский страх, это как раз, вы говорите, плетка и есть. Это рабский страх. Она боится из-за рабского страха, а тут-то речь идет о страхе Божьем. В таком страхе и любовь найдет себе поддержку, и сама, в свою очередь, его поддержит. И будет жена любить мужа как часть тела, главу, и бояться его, то есть, почитать как главу. Ну а если жена не будет бояться, ты все-таки люби и делай свое подобным образом. И жена, если и не будет любима, все же пусть питает страх. И заметь, о том, что мужу должен любить свою жену, говорил подробно. О страхе же не распространяется, потому что желает, чтобы первая имела перевес, именно любовь. Да и жена, как сказано, должна бояться страхом, происходящим из любви, не возбуждающим трепета и боязни, из которых проистекает скорее ненависть, но так, чтобы не противоречить, не восставать и не домогаться первенства. Ибо хотя и одна плоть и имеет власть и равночестно в этом отношении, но жена есть вторая власть, вторая власть, муж же имеет большее значение. Вечный Зов Иванова видел фильм Мерасирин советский? Видел. Видел, а она ему сколько изменялось Кирьяна по своему? С Федором, по-моему. А? Да, помнишь он? Он такой простецкий мужик-то был, а потом без ног-то явился, она его искала, искала на вокзале и когда она его догнала, он на хайджатский упирается от нее, она упала на грудь и она связан его все умывает и наконец-то он сморшит, но артирист. Это редко так, что бы такую состроить в Кирьяномере ты понимаешь, это он заплакал. Я отдельно скачал эту часть у себя. Перебуйтесь. Она, я стерва такая, вот стерва, вот ее стерва, а я люби ее. Откуда деваться-то? За дворота. Ну он заветил, Павел припростые-то, она стерва изменяет, он ее оставил, говорит, ну и заботиться о детях теперь встал и ушел. То есть имеет право развестись. Но и тогда Василий Юрьевич говорит, совета не даем. Перетерпится, перемелется, а семья сохранится. Видишь как? Вот, учение Христово переполнено милосердием и любовью, и наказание тут тоже в любви получается. Как-то у нас ночевало, у меня всегда были девчонки, жили на квартире, ну и я спрашиваю их, да большие уже там лет по 16, по 15, уже легли спать. Они там за шириной, у меня трехэтажная, я не знаю, сколько там студентки жили, и знакомые, верующие некоторые были, да вообще-то почти все верующие. Я говорю, вот вы видите, вот кого знаете вот наших вот, ну, на кого бы вы хотели походить, чтобы у вас семья была? Ну, знакомые где-то, ни на кого они не начали, то есть намного выше. Но до этого уровня ни одной даже не было, у всех хуже, чем они, даже плохие какие были, как у них хуже всех этих даже плохих. Ни одного брака такого цельного, чтобы вот именно как вот эта любовь не было. Или муж запил, дерется, или еще что-то, раньше временно он помер, а одна из них даже матушкой стала, а все не то. Поэтому, конечно, планку надо высоко держать, но и самой надо быть. И нас спрашивают, ну, а кто вот по-вашему виновен во всем вот закладывает, что развод, как правило, виновен муж. Под каблучник он не может взяться. А доводит до этого, это жена. Доводит, она подводит, а точку ставит он. Мой опыт вот такой. Кого я знаю. Она как? Это он должен быть на уровне. Если у него постоянная молитва, она ничего не может сделать. Она бесноваться будет, будет биться головой об стенку, а ничего не сделать. Там, где ты, там Бог, там большинство, ты будешь молиться. Вот у меня было такое вот. Мы разводиться думаем. Ну, приедьте, ну, посмотрите, ну, можно что-то сделать или нет? Я говорю, тебе трудно будет молиться? Да нет, я согласен. Ну, согласен, так это не один день, это каждый день. И меняется. Даже не могу назвать, где не меняется, везде меняется. В большей или меньшей степени. И главное, когда у нее случается где-то, случается так, оба уже сошлись, и оба на меня бросятся. Вот, казалось бы, они пришли, просили помощи, вместе молились, что просили, получили, и теперь у них все ладно. И они вдруг объявляют меня врагом. Чтобы, а почему? Объяснений никакого логического нет, одного награда, чтобы была полная. А если за это благодарят, ты получил свои награды здесь. Ничем нельзя объяснить. Что-то сделал, нет, говорил про них, нет. Ну, хотя бы какое-то, никакого. Кто-то, что-то им сказал, там, или бывают сами. У меня было такое. Я что, сам не хозяин тут? О, какие хорошие слова. Я скрылся от свет, до свидания, раскаянался, больше никогда туда не приду. А что, дальше он запил, в дребези и съехал с Потеряевки. Ты знаешь, Горбунов, Женя, на том крестце, где сейчас Алеша живет. Там он мне эти слова сказал. А сам пьяный согнул ворота, так, внутренние железные ворота остались. Вот так. А против, чтобы она не выходила за него света, я был против один, и еще крепко была против вот Виктора Андреевича, сестра, Надежда Андреевна. она была прямо против. А он даже никому, он крещение не принимал, он из старого грядцев, он крещеный. И у него оказалось, вшито это торпеда называют, от пьянства-то. Ну и дальше, раз торпедился, видать, и пошел. И она-то вышла с двумя ребятишками, и такое мастеровое, он же дом построил, где Леша живет. Час занимает. Вот такое дело. Надо стойкое знать, и как молитва. А если не так, молитва. Все не так, все кверх ногами. Прекращаем все дела, ничего не делаем. Теперь уже сто процентов молитвы, уже ничего не надо делать. Все пошло прахом. А зачем дальше делать-то? Оно идет уже не туда. Поэтому ночь превращается в день. Ночная молитва переходит в дневную. И Бог дает такую крепость, такую силу, которую ты в себе никогда не ощутишь. Семья – это маленькое государство. А могут ли вот сейчас братья, и чтобы не рассматривать? Не могут. Это не может быть. Без Бога никак это не может быть. Ну, а бывает, что живут. Ну, Джульетта там умерла, и Ромео отравится. Больше ничего не сделаешь. Перед Богом, в Боге, когда вместе ходят в храм, вместе детей воспитывают, молятся. И она нигде его не упрекает, она не поносит. Жена слава мужу. А худая жена, говорит, как гниль в костях, остемелит такая болезнь, кости гниют. Советы очень простые. Но она не желает. Она вот ходит в церковь, но не слушается. Все по-своему, щучок матери, тебя уже ничего не сделают. Ты только молись. Бить ты ее не будешь. Она ползком уйдет. Вот со мной сидел в камере один милиционер. Ну, я, говорит, узнал, что она идет на сторону-то. Ну, я, говорит, вот так вот взял, говорит, нож в косяк уперся и говорю, попробуй только пойти. А она, говорит, под косяк лезет, говорит, вот я как дал, говорит, ей так сразу заводил. Ну, а теперь сидит, ждет суда. Жена это очень-очень упорное создание. А если бы молился он, и этого могло не быть первого. Он мне много обращается по этому. Совсем не верующий. А есть такие, кто со мной сейчас в интернете, жена крепче может. Есть такие. Есть. И такие, и такие есть. И успех только у той, которая слушает советы. А совет мой один. Усиль молитву, пост и молитва, и нигде ему не противоречь, ничего. И что надо, к местному священнику православному сходи, посоветуйся и дальше. Про мужа ни слова нигде не говори. А он матерится, он там, ну, материться это плохо, конечно. Понимаешь, это живое разваливается. Я со стороны чужую беду год руками разведу, а своей ума не дам. Ну, кто замужем был, кто знает, какие они бывают. А если бы ты все время там молилась, ты бы и замуж не вышла. Да что он тебе нужен? Да еще после тридцати-то лет, да какая тебе нужда-то эту грязь собирать? Ты дальше договори до всего, это я говорю, что пустое, все пустое. А одно, связь с Богом. Жизнь дана для того, чтобы получить Царство Небесное, прославить Бога, быть с Ним. Вот так. У нас молодые же в армии служили, но один женатый был. Ну и как? Да никак, дурак, говорит. Я говорю, а что дурак? Ничего на уме нет. На работе работаю, только домой скорее вырвутик жене. Больше, говорит, ничего на уме нет. Ну, как вот петушок осенний перед заколением, на каждую курочку скотчет, потому что он башку скоро отрубит. И все. Ну, теперь-то я уже, ну, уже нажился, я вижу, это любовь, вот это огонь, пламень, это больше трех лет не продолжается никогда. Нет, это все утихает. А когда оно скромно, в Боге, когда это миква есть у нее, ощущение, как новая встреча. А тут чистая жена, не чистая, лезет, срам один. У русских-то ничего этого нет. Евреи это соблюдают, мусульмане соблюдают, а русские не знают. Его даже на исповеди об этом не спрашивают, да он и не знает. Особенно советую всем просчитать Крейсеру Соната Льва Толстого. Почему женщина стареет? Потому что она тройную работу делает. Она беременная. Растит ребенка. Беременная. И ребенок у нее на руках еще, она уже беременная. Она еще в груди кормит его и должна услаждать мужа. Тройную, говорит, делает. Ясно, что она сгорает. Поле засеяное. Если узнаешь, что беременная, к жене не подходи. То есть не прилепляйся. Почему? Поле засеяное, теперь растет. Здесь ничего нет. И убедить нельзя, никто не поверит. Да что я женился для одной ночи? Не знаю. Бывает достаточно. Дочери Лотова по разу переспали и обе родили. И не надо было десять раз ложиться с ним. Научись славить Бога. Шестая глава с первого по второй стих. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать. Это первая заповедь с обетованием. Толкование. Как скульптор, воспроизводя фигуру человеческого тела, сначала создает голову, потом шею и, наконец, ноги. Так и Павел, сказав о муже в первом начале и жене в втором начале, теперь говорит о третьем начале детях, ибо над женой властвует один муж, а над детьми и жена. Итак, повинуйтесь родителям, но в Господе, то есть, когда повеления их согласны, будут законом Господним. Потому что, если отец побуждает к нечестию, или желает сделать дочь свою продажной, или сына хочет научить постыдному образу действий, такие повеления противны Господу, и им не должно повиноваться. И по естеству это говорит справедливо, и законом повелевается. Как же он говорит, что это первая заповедь? Ведь не это первая заповедь, а не убей, не прелюбодействуй. Но заметь, что он присовокупил. Ну и дальше, третий стих. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. Полкование. Ибо те первые заповеди не говорят об обетовании и воздаянии, потому что они содержат в себе запрещение зла, а не повеление делать добро. И никакой награды нет тому, кто только воздерживается от зла. Это же заповедь, так как касается совершения добра, первая и содержит обетование. И замечательный порядок. Как только законодатель отклонил людей от злых деяний, он, намереваясь ввести их к совершению благих дел, на первом месте поставил почтение к родителям, так как они первые после Бога благодетели для нас как источники жизни, то по справедливости пусть первыми наслаждаются нашими плодами. Смотри, как кратко и немного в настоящем случае говорит, потому что дети не в состоянии следить за пространной речью. Да при том, если муж и будет сообразоваться с законами, которые он выше изложил, немного нужно труда, чтобы подчинить себе детей. Но не говорит о царстве или о чем-нибудь возвышенном, а указывает на то, что особенно желает слышать детская душа, потому что к детям его слово. А что приятнее для детей долголетия? Когда-то было определено это законом и иудеям, как детям. Так как они не в состоянии были услышать более совершенное. Толкование закончилось, но мы сразу тут три стиха прошли. Лена, приведи-ка сюда полинарию. Подойди сюда. Вот сюда, подведи. Подведи. Маленечко, подойди. Вот это у нее беленькое что? Воротничок. Воротничок. Вот посмотри. Сравни с собой. Воротничок, вот он ворот, это ворот. Ворот, вот он я. Поворот делает и здесь. У женщины до сих пор дальше идет туда и так. Это не воротник совсем. Воротника-то нету. Вот такой воротник должен быть. Вот так закрыто. Вот проверьте один раз. Замените у себя все это. Шейки. Заверните, чтобы всегда было у тебя воротник вот он сходится, как ошейник. Вот сейчас если ты ее приучишь, ей не трудно, будете во взрослом виде. Молодец. Так и носи всегда. И вот сколько ни посмотришь, старые, молодые, все одинаково. Без платка и вот так вот. А мужчина это мало значит. Мало значит. А почему на это обращают внимание ни один, ни два человека, а два сона миллиарда. Миллиарда. И они это знают и очень хорошо знают. Почему? Это заповедь с обетованием. Обетование это и наказание. Почему? Будешь долголетен на земле, а если не будешь уважать родителей, ты умрешь. Оно и наказание в этом. Так? Да. Так. Если ты ее не приучив в стола мудрю, и она не будет иметь девство в брачную ночь, предай ее смерти. Рядом благословение и проклятие. Поэтому обращаясь в горе зима, получали благословение, а Гевал рядом было проклятие. И все обязаны были говорить. Чти отца и мать и будешь долголетен на земле. И хором все отвечали Аминь. Теперь поверитесь на ту гору. злословище отца и мать смертью умрет. Аминь. А другой я не согласен. Долой. Туда же ему сразу и предайте смерти. Все до одного Аминь говорили. Слава КПСС. И ни один никуда в сторону. Да это тиран. Да это деспот. А сегодня понимают. Вот смотрите. Саддам Хусейн. Да диктатор. А какой порядок был. И что на том месте теперь развалины. Ливия. Ну Каддафи, Муаммар. Все тоже диктатор. А такого уровня жизни нету в Европе и в Америке нигде нету. Электричество бесплатно. В любом банке без процентов. А если процент кто-то берет смертную казнь тому. Бесплатно. Бесплатно. Ребенок рождается. Я сейчас не знаю сколько. Каждому рожденному ребенку сразу на книжку 75 тысяч долларов. Чтобы была своя квартира. Если учатся за границей бесплатно. И дальше все. Даже считаешь невероятно. Это сегодня. Вот сейчас было. А сейчас что? Развалины. Это все американцы там устроили. Да диктатор. Диктатор. Но это диктатор. Ну если он за этим смотрел-то. Он наводил да диктатор был Петр Первый. Но был порядок. В Санкт-Петербург чтобы никто не приезжал пустая телега обязательно 12 камней было. Город весь заслали. То есть он знал как обходиться. Диктатор. И оказывается вот эта диктатура его намного дешевле обходится народу чем банды гуляют когда. И когда я стал проверять это действительно так. Это нам показывают сейчас вот захватили город Берлин. И вдруг выступает никто-то там Жуков показывает там Рокоссовский говорят 10 дней делайте что хотите. Как они бросились. Я была маленькая я легла колобабушки а заходит открывает деда ну ребенок 6 лет подряд всех насиловали и сколько 150 тысяч женщин а потом 200 тысяч 300 тысяч и это это невероятно да и как ну как даже он выступает этот который там был с ними советский выступает сейчас еще старик и говорит ну вот пришли две сестры мы слышали советские такие люди хорошие а наши говорили плохие он говорит пока не проснулись солдаты бегите отсюда вы не знаете что делается здесь ну а там где-то и заметили поймали поймали ну и пустили на поток и дальше там одна стала сильно кричать он прям в пистолет и застрелил и обои бросились свиньям свиньи сели они только черепа остались никакого удержания идут встречные которые не успели бежать их повозки опрокидают женщин девчат все подряд насиловался немец сделал это на территории никогда ни один немец почему ему смертная казнь была это отдали вот сколько показывают фильмы везде современные фильмы немцы уж можно было показать нет он познакомился с одной он предлагает выйти замуж уехать в Германию он из какого-то богатого рода никакого насилия здесь ничего не знает зверье и не надо удивляться что столько погибло в тихом доме написано он наказывает старик только женщин не трогай тебя убьют сразу убьют убьют пуля прилетит откуда-то и поэтому идя на фронт они просто перед богом давали обещание не насиловать ничего а советские наоборот насилуйте вот как это сейчас все в интернете выставлено все ну а ты как ну я как-то стыдился а потом товарищ один пришел мне сказал над тобой смеются ты еще импотент я сказал почему импотент вот привели самую красивую девку ну я дошел в комнату правда она только увидела меня уже раздевается ну и я разделся я же молодой был и рассказывает рассказывает ну она меня целовала она хотела выйти замуж а зашел ну все все ее теперь на всем остальным там 15 человек ждут ну ты-то теперь он рассказывает ну он две недели там был не был а потом в конце свалился опять туда же а если мешаешь смешай своего солдата пристрелят варвары и теперь тех никого нет в живых а эта тема идет и идет ну вы помните фильм Ермак Степанов играет и там он эту туземку износил в мешок его камней туда и последний шаг утопили и как он не орал только булькнул и все не трогать вот это было было это а эти которые брали эти конкискадры завоевали в Америку приехали с Колумбом не было насилия не знали этого нельзя это было нельзя перед Богом видишь как а это ну а если бы сказали делай а я верующий я не могу делать этого никак никак это хорошо описано даже роман Берег Бондарева Юрия подробно там она по согласию была якобы понимаешь вот когда смотришь на все вера вера все ставит по другому ну а ты бы был там никогда я когда еще не верил но только я знал что женщиной нельзя быть пока не будешь повенчан и больше я ничего не знал это грех и ты убрешь и будешь в аду и вот это удержало больше ничего не было я представлял Робинзон Крузо на одном острове вдруг оттуда приплыла или как туземка оказалось бы а теперь советские остановились он живет русский оказывается на острове живет с ней и он вышел навстречу и они пишут его фамилия там Костромина и как все это ну а ты бы как никак ушел бы в другой конец острова залез на берег на пальму и там сидел бы нельзя невозможно страх Божий поселите в детях это это Бог делает так почему наказ матери мать сумела нам это дать а ничего не Евангелия ничего не было страх с этого нельзя вот все рассказывать когда начнешь это невозможно помню в армии было увалительное на год отдельный кабинет за пределами воинской части и она знакомая познакомились в автово в поезде и она приехала закончила только что учительница я один в кабинете с ней ночью что ты спрашиваешь то это нельзя она приехала она прямо своими словами называет я говорю этого нельзя делать а почему Бог мы можем умереть в грехе и все весь ответ страх что-то где-то как-то там у кого-то я не сужу но я говорю страх божий привейте детям и вот эта заповедь с обетованием она имеет обратную сторону злословище смертью умрет любая заповедь она первая что у нас нет еще нет еще 10 минут взрослые люди они же тоже дети взрослые люди вот этот я хотел на это обратить внимание и вот взрослые люди бывают верующие а родители не верующие или не знают вот отношения должно быть все равно как к отцу и матери господь тебе заповедовал любить ну пусть там родители твои не верят как-то обетование все равно остается такое же что ты должен заботиться да я просто мы сейчас вот часто начали по домам престарелых ездить старые люди а у них уже дети они не маленькие вот такие бегают они уже взрослые там под 40 лет они оставляют их в домах престарелых и все и не потому что они не могут их прокормить а потому что они мешают родителям благословение такое будет ли у них все хорошо по обетованию божьим или будет плохо вот я думал что будет все-таки мы не знали слов обетования мать говорила есть огонь и выхода не будет именно вечное вот еще Осип вообще говорит не вечное там не бесконечное я не оспариваю но слово вечное нам вдобили и никогда 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 конца этому не будет это удержали среди матершиниха был ты все равно научишься материст и ни одного слова по сегодняшний день не сказал матершинова никогда нельзя почему показали картины за язык подвешенный и прочее страх Божий поселите нам начало мудрости страх Божий никаких слов обетования мы этого ничего не слышали Библии-то не было нельзя нельзя и все и на этом все сказано и никто за тобой уже не смотрел в армии было познакомился кто там провожал но дальше никак никак нельзя проводил на этом все как я благодарен матери что Бог дал такую мать которая нам привела это все 6 глава 4 стих и вы отцы не раздражайте детей ваших но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем толкование не сказал не сказал любите потому что этого даже помимо их воли требует от них природа но не раздражайте то есть не лишайте их доли и наследство не тесните их грубо обращаясь с ними не как со свободными а как с рабами и постоянно будьте терпеливы к ним восходит к началу и основанию покорности и указывает отцам каким образом они могут сделать своих детей послушными ибо ибо ты говорит желай чтобы дети слушались тебя воспитывая их в слове божьем и не говори что дело монахов читать божественное писание ибо это долг всякого христианина и особенно живущих в мире поскольку и нуждаются они в большей помощи как живущие посреди житейского волнения равно как и для тебя нужно чтобы и дети слушали писание из всего ведь они могут узнать чти отца твоего и матерь твою затем ты воспитываешь сына на зачем зачем вопрос задается зачем ты воспитываешь сына на эллинских сочинениях из которых познается все самое худшее а уже ли не будешь питать его словом божьим комментарий Игнати Тихонович Лапкина на это толкование ваш Игнати А ты думаешь почему я комментарий решился на это а вот здесь речь идет о божественном 900 лет не было толкования на блаженном феофилак там 1600 там 11 веке жил это первый комментарий первый за 900 лет почему я на это пошел но вы комментарии даете на феофилак на болгарство нет конечно я не толковал но на определенные места о любви к библии и о проповеди потому что это надо было высветить желаемого через то что мы имеем я вчера читал одну работу комментарий на комментарий другого человека и там ну так то есть один человек комментирует и второй человек уже его комментирует здесь получается что феофилак болгарский нам толкует священное писание а вы высвечиваете уже из феофилакта болгарского и комментируете уже феофилакта болгарского ну читаем мы ежедневно читаем в молитве Отче наш прости нам Долги наши Какие долги? Где их перечень? Блаженный Феофилак говорит Что читать Божественное Писание Долг всякого христианина И особенно живущих в мире А полный текст так говорит Не только монахам Но и не говорит, что это дело монахов Читать Божественное Писание Это я включаю в молитву Ощи наш теперь, вот то, что его слова-то А этого никто никогда не делал Долги наши, а долг того, в чем заключается Долг всякого христианина То есть читать Божественное Писание Видишь, куда я его соединил-то? Прости нам долги наши Когда считаешь, в общем, наш сегодня 4 раза читали Никто про это не вспомнил Велик ли это долг? То есть долг читать Священное Писание И взыщет ли Бог за него? Почему же на исповеди священники Почти никогда не взыскивают этого долга? Вопрос тот же никто не задавал 900 лет никто не задал Не потому ли, что сами они являются первыми должниками И числятся у Бога в особом списке? Священники Как взрослые неплательщики долга Ну видите, священник, какие руки целуем А ты хоть раз видел, чтобы священник подавал руку целовать А у него с рук кровь капала И кровь не какая-то человеческая Руки все в крови Ты увидел, что из-под реза у него, из-под рукавников кровь течет Не видела? Нет, не видели Не видела А можно было увидеть Житие святого Никиты Жена варит суп Время наступило Она поварешку-то начала мешать Всплывает кисть руки Голова всплывает котел Нога всплывает Она в ужас пришла Побежала Никита, что тут делается-то? А это кому не додал Кого обманул И теперь все это показано И апостол Павел говорит Я чист от крови вас всех Ибо не упустил возбещать все необходимое Если тебе согрешает человек И его не предупредил Не сказал 3.18 изекииля Он погибнет Кровь его я взыщу с тебя Кровь его на тебе Священники в большинстве кровавые стоят Они не учат людей Согласно Библии И если бы духовные глаза открылись Мы бы увидели Ты к руке прислоняешься Он никого не отпрощает от греха Они кровавые руки у него Капает кровь Ну, маленько-то воображение разбей Я говорю, согласно Слову Божию Павел, уходя, прощаясь И говорит Я чист от крови всех Я не упустил ничего, о чем бы не сказал А если бы не сказал Я бы не был таким Я был бы виновен в крови вас Согласны? Я бы чист от крови получил Если бы упустил Что-нибудь Я был бы не был Не был бы чист от крови То есть я был бы в крови То есть противоположное значение слова идет Да Я был бы в крови Вашей Да Далее читаем 1 Коринфянам 9.16 Ибо если я благовествую То нечем мне хвалиться Потому что это необходимая обязанность моя И горе мне, если я Если не благовествую Этот долг Мог бы быть уплачен всем исполна Если бы все знали о нем Это тот долг Который самочинно изглаживается Изглаживается Священнослужителями из памяти народной Но Бог помнит этот долг И еще раз напоминает Ныне через это издание Блаженного Фифилакта Опомнитесь пастыри Опомнитесь посомые Верните Богу его долг Возложенный на нас тем Что мы называемся христианами За этим долгом Бог особенно ревностно наблюдает И ждет возвращения его с прибыли Сектанты это понимают и поют так Не хотел бы я бесплодным К трону Господа прийти Хоть одну хотел бы душу Смог один в руках нести Это нужно сектантам А православным не нужно Зазарытый талант С нас спроса не будет Не будет? Вопрос Иоанн Златолус Такое поведение Называет худым И предательством По отношению ко Христу Повторяется цитата Фифилакта Болгарского Читать божественное писание Долг всякого христианина И особенно живущих в мире Далее Читать и исполнять И проповедовать другим Только тогда это чтение Будет оправданным Чтение означает Берем в долг Проповедуем означает Отдаем в долг Вот так Как сразу меняется картина И очень наш Сегодня я посчитал Четыре раза И очень наш Три раза читали И один раз пропели И ни разу об этом Долгий не вспомнили Толкование Фифилакта Болгарского Наверное Не все знают Ну да А вот смотри Вот я пришел К какому выводу Что вот Фотоаппарат Это одно Вот у меня Фотоаппарат Это одно А видео Это другое Ты согласен? Конечно Спрашиваю Согласен Ты не боишься Что тебя фотографируют? Нет Хорошо А ты не боишься Что записывают? А? Я сейчас подгоню К главному Это одно и то же практически Нет А одно Только фото Это изображение Застывшее А это Говорящее и не говорящее Динамичное изображение Да Изображение лица И все Вот Почему некоторые люди боятся Чтобы его снимали Тем более На видео записывали Боятся Боятся Панически боятся Раз А второе Он стоит рядом Я говорю Ты возьми Сейчас мне необходимо Я даю интервью Мне неудобно говорить И не видно С кем разговаривать Снимай его Он берет Снимает Снимает Я не знаю Сколько Но 5 или 7 минут У него начинается Что-то И наконец Он тебе говорит Я теряю сознание Притом В обморок падает Буквально А это что означает? Ну что это означает? Ну что это означает? Ну вот подумай Я тебе говорю Я стал это наблюдать Он снимает Или его снимают? Ни его Его не снимают Ему отдали Он снимает Он снимает И снимают Ну в своей обстановке Что-то записывается Важное такое И с этим человеком Делается плохо Ну прошло Мало ли еще бывает Проходит какое-то время Приезжают новые люди Все нормально Разговариваем Веселое И надо записывать Так же Настраивая Отдаю Он начинает записывать И с ним опять плохо Он говорит Держи аппарат Я упаду сейчас Упаду Головокружение Начинается И что-то Почему? Потому что я работаю С этим аппаратом И очень наблюдаю В этом Когда говорится Что-то полезное Я Просто мое мнение Такое Что через этот аппарат Делается известным Что-то внутреннее И сатана этого не хочет Он Сшибает все Это я нашел Вот Через Даже не через Как-то А просто Съемка Съемка Которая неизвестна Еще будет в интернете Или не будет Здесь понимаете И такой Игнатихович момент Может быть Что Когда снимается Смотря что снимается Не просто так Что вот сняли Беседой Двое говорим Со мной сидит человек Он приехал Специально Но я не могу Сам себя снимать Я тогда это Передаю другому Не здесь Там в другом городе Там где-то Одним отец К примеру Он начинает снимать Я тебя настроил Все Теперь Ничего не нажимай Только Смотри Там Там видно Рамка Что люди сидят Мы сидим Не двигаемся Не надо приближать Отдалять Еще не надо Там передвигать Лежу С ним плохо Начинает Не могу Не могу Возьми Мишу Я не знаю Сейчас в обморок упаду Вот такая штука Притом Я это уже Замещаю Ни один раз Я стал Классифицировать Это Смотреть Какая От чего Это зависит Не от погоды Это не зависит Ни от чего Это зависит Только от съемки А другие Вот так вот Все время Вот он начинает Снимать Он Вот так вот И прямо Ворочивается Не может И ворочивается Не может Это у нас Здесь было Вот здесь За этим столом Вот на этой скамейке Их есть людей Нет Они все ушли Притом ничего нету Они ничего не говорят Просто сидеть Ну собрание Это сидеть Никак Они тогда гуртуются Вместе Вместе уходят А теперь Я-то дальше Наблюдаю Про них Узнаю Что И вижу Вот те Которые в обморок Падают И которые Эти У них один и тот же дух Одно и то же настроение Когда Внимательно Ты смотришь И Пишешь Для себя Как и видишь Он расходится Следователи Так работу ведут И следуют Я хотел вам Это дать знать Ну вот знайте Может больше Никто вам этого Не скажет Все Закончилось Да Господи Благодарим тебя За наши занятия Владыка Благодарим За чтение Слова Твоего По толкованию Святых Отцов Православной Церкви Благодарим Господи За обилие мыслей Которые ты посылаешь нам Помоги прочитанно Исполнить жизни нашей И донести до тех Кто не знает Быть полезными В этой жизни Для тех Кто погибает В незнании Господи Сохрани нас В мире всем Для благовествования Истины Твоей Слава Тебе Отец Сын И Святой Дух Аминь Аминь Милосердный Создатель Прими нашу молитву Воздиания рук Как жертву вечернюю Благоухание Приятное Перед престолом Благодати Твоей Дивный Создатель Любящий Отец Соедини нашу молитву С молитвами всех Святых Молящихся Тебе На небе И на земле Услыши Исполни молитву Всех Молящихся о нас Во благо нам И помоги По детскому лагерю Пошли все необходимое Брата Акима Путешествующего И услыши нашу молитву О всех Заповедовавших нам Молиться о них Спаси их И помилуй Аллилуйя Аминь Говори Господи Владыка Слушай ты Слыши Ты едешь Нет в лагерь Отпросись Отдохнет девчонка Это большая уже Пять еще И покупаться там будет И бегать Поиграть Все на в городе Такое Разговаривать Насчет Ну-ка Еще Молее Позвольте Так все Закройте Спасибо